Аграрный сектор настроен на максимально продуктивную работу. Сельхозорганизации планируют собрать в этом году не менее 10 миллионов тонн урожая. Сейчас механизаторы страны активно готовят почву к севу, закрывают влагу, вносят удобрения, подкармливают озимые. К слову, агропродовольственный сектор по результатам января увеличил валютную выручку от продажи продукции на 2%. В ходе акции «Мы, граждане Беларуси», более 4 тысяч юных жителей Синёка и получили первые паспорта. Также каждому вручили подарочный набор, государственный флаг, экземпляры Конституции и уникальное письмо от наших героев войны. В этом году проект приурочен к знаковым юбилейным датам – 30-летию принятия основного закона страны и 80-летию освобождения Беларуси. Более тысячи тонн берёзового сока заготовят этой весной в лесхозах Могилёвской области. Больше всего в планах собрать в Осиповичском – 700 тонн, в Белыническом и Бобруйском – 140 и 130 соответственно. Сделать бесплатные заготовки приглашают и жителей региона. Необходимо обратиться в ближайшее лесничество по месту жительства. Бобруйчане в числе лауреатов Международного детского музыкального конкурса «Мир, музыка и развитие в Москве». Лауреатом второй степени в номинации «Сольное исполнительство Гусли Цымбалы» стала учащаяся детской школы искусств номер 2 имени Оловникова Сабрина Королёва. Диплома лауреата третьей степени удостоен также оркестр белорусских народных инструментов. Бобруйский городсполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Приём заявлений по 29 марта по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте bobruysk.by.